Вам надо говорить, в чем мы выигрываем. Давай все-таки, а мы выигрываем. Послушай, у нас все-таки как бы сохранились традиционные ценности, да? Мы православные. То есть это очень мощный такой двигатель, ну, и поддержка. И я хочу сказать, что да, знаешь, вот первое, что я сделала, когда вышла, я купила себе крестик. Ну, то есть это, ну, это очень важно. Вера, это очень важно для любого человека. Традиционные ценности важны. Семья нормальная, полноценная, да? Мама, папа, они родитель один, родитель два. Значит, несмотря ни на что, вот сегодня, да, мы встретились возле театра. Люди идут в театр. Вот мы, как бы воюющая республика, да? Да, посмотри, огромное количество людей стоит возле театра. Они хотят, хотят культуры, хотят как бы сопричастности к чему-то хорошему, красивому, светлому. У нас, кстати, мне нравится, что у нас есть та же юнармия, которая, ее могут критиковать, могут говорить все, что угодно. Но я считаю, что это здорово, да? Это, ну, какая-то, скажем так, проекция такая небольшая, да, на то, как мы были пионерами. Это здорово было. Мы были пионерами, это было хорошо. Разве это плохо? Посмотри, как бы, да? Тоже хорошо тем, что люди моего поколения хорошо знали, как собирать и разбирать автоматы, умели кидать гранату. Умели, как бы, в составе небольшого подразделения действовать слаженно. Теперь, что касается, куда движется Украина. Ты знаешь, я думаю, что когда Украина нажрется вот этой всей шизофренией, вот этой всей гомосятины, да, когда, ну, все равно вот здравое, здоровое зерно, оно существует, оно, украинцы-славяне, оно все равно прорастет, оно не даст, ну, как бы, возможности вот этого всего негатива превалировать. В какой-то момент будет очередной взрыв. Понимаешь как? Вот смотри, Россия не прошла этого всего, а Украина это все прошла. Мы знаем о том, что вдруг, вдруг, все-таки некая общность может собраться и что-то изменить в своей стране неправовыми методами, да, но может, может. То есть, вот эта прививка, она уже как бы сделана, да, вот этот ген уже, новая хромосома в человеке, так сказать, в украинце, в жителе Украины, который все это прошел, она уже существует, поэтому я думаю, что да, вполне возможно, что, ну, накал этот произойдет. И Украина вернется, скажем так, к своим истокам. Опять-таки, я очень надеюсь на церковь, я очень надеюсь на православие. И давай будем говорить о том, что ведь все-таки на Украине осталось, скажем, да, достаточно много приверженцев, ну, как бы, нашей московской митрополии, что все будет нормально. Я бы хотела в это верить. А по поводу милитаризма, ты знаешь, я, кстати, и меня очень часто за это критикуют, но я продолжаю, как бы, быть уверена, что я права. Жителем страны, гражданином страны может быть только тот, кто служил в армии. Девочка, мальчик, неважно. Если ты с оружием в руках не можешь защищать свою родину, то грош тебе цена. По большому счету. А мы, республика, да, маленькая, со всех сторон, скажем так, облуженная врагами, мы вообще должны, скажем так, наших детей с пеленок учить тому, что мы должны уметь себя защищать. Защищать, не нападать. Мы не агрессоры. Но защищать свою родину, свою землю, свою кровь, свои семьи мы должны. Однозначно. То есть, еще раз говорю, ну, для меня, допустим, ну, я считаю, что вот это, как бы, вот эта ниша почему-то не заполнена, она должна очень четко быть заполнена, она должна заполняться. Именно поэтому мне нравится, что существует, скажем так, да, у нас в ДНР та же юная армия. Все-таки, чтобы уравнять всех вправо, вот как в Израиле, понимаешь как? Я, ну, может, скептически там отношусь к каким-то там моментам, хотя я тебе скажу, что на сегодняшний день в Израиле живет половина Харькова. То есть, я знаю, опосредованно огромное количество израильтян Харьковского разлива, да. То есть, давай еще раз, вот, не обязательно иметь какие-то превалирующие права, но обязательно отслужить, отдать, скажем так, да, свою дань, уметь защищать свою родину. Ну, мне так видится. Продолжение следует...